Мост строится в любую погоду. Более 80 человек сегодня возводят крупнейший в Щелкове инженерный объект дорожно-транспортной инфраструктуры. Отсюда сверху очень хорошо можно оценить масштаб работ по строительству моста через Клязьму. И главное, почти смонтирована и готова к установке, главная пролетная конструкция будущей переправы. Пролетное строение состоит из 16 блоков. Все материалы завезены, они на стройплощадке. На данный момент идут сварочные работы по сборке этого пролетного строения. Для монтажа пролетного строения требуется 350-тонный кран. Именно еще сейчас производится обустройство площадки для установки этого крана. Вес всей металлической конструкции порядка 300 тонн. Опора для нее на правом берегу уже готова. Начинается бетонирование левобережной части. Однако самыми сложными работами строители называют перекладку инженерных сетей. Они начались еще на самом первом этапе строительства и продолжаются до сих пор. И мы уже сообщали, что для строительства подъездных путей к мосту требуется корректировка русла ручья Панери. Переустройство русла реки идет. Для этого у нас запланировано устройство водопропускной трубы. Он будет монтирован в конце февраля, в марте месяца. Как раз для этого у нас и перекрыто движение по улице Фабричная. Объект, который строится по программе губернатора, находится на постоянном личном контроле главы района. Мост очень важный объект дорожно-транспортной инфраструктуры. И мы поэтому уделяем им особое внимание. Несмотря на тяжелейшие условия, в которые попали строители, ход строительства идет нормально. Я считаю, нормально. И в этом году, в конце февраля, мы уже должны положить фермы на опоры. Продолжаются ремонтные работы в детском образовательном центре «Лесная сказка» в микрорайоне Чкаловский. Здание 1936 года постройки, бывшая 12-я школа, требует серьезного обновления. Зимой заменили коммуникации, установили новое оборудование на тепловом узле, отремонтировали учебные классы и ряд технических помещений. Все это является частью подготовки к размещению здесь, центра «Изобретариум», где дети и подростки будут углубленно изучать технические науки, робототехнику, моделирование. Готовится проект. Сейчас в этом году проект принимаем, на два года разбиваем финансирование. Там все-таки солидное финансирование, порядка 150 миллионов. Поэтому два года будем делать. Жители дома номер 6 по улице Бахчеванджи в микрорайоне Чкаловский обратились с жалобой на некачественно, по их мнению, проведенный ремонт подъезда. Алексей Валов в субботу выехал на место с представителями управления по ЖКХ. Существенных замечаний не выявили, разве что провода телефонной связи и интернет, они убраны в короба и электрощитки открыты для свободного доступа. Управляющая компания ЕДС Щелкова получила соответствующие указания. Однако жильцы не должны забывать и о своих обязанностях. Выяснилось, что суммарный долг дома Бахчеванджи 6 за жилищно-коммунальные услуги составляет более 2 миллионов рублей, только по текущим платежам. Это очень плохо. Для такого небольшого дома такие долги очень плохо. Поэтому мы попросили представителя Совета многоквартирного дома, чтобы он собрал инициативную группу, поработать с должниками и, соответственно, управляющей компанией, чтобы они организовали коллекторскую работу. Тем не менее, по просьбам жителей, определенные работы по дому будут запланированы, в частности, благоустройство двора. В конце мая я еще раз приеду, посмотрим, как среагировала управляющая компания и наметим планы на благоустройство прилегающей территории дополнительно.